Добрый день! Гости и подписчики канала. В декабре на озере Трофей, трофейные рыбалки чередовались с бесклёвием. Щука брала от 1 кг до 6. Основные приманки в обзоре с заглублением до 1,5 метра. Это Orbit 110, Inquisitor 110, ReRange 110 и их копии от Bear King и Цуоки. Реже поклёвки были на колебалке, вращалке, джерке и силикон. Наличие хорошей кормовой базы корыся и понижение температуры воды в декабре до 5 градусов снизило активность щуки. Рыбалки трудовые. Приходится учитывать многие факторы, влияющие на клёв щуки. Информация рыболовных фотоотчётов дала возможность анализа активности щуки от метеорологических данных декабря. Активность щуки я оценил по пятибалльной шкале. 1 балл, если было поймано рыбаками несколько килограммовых щук. Дальше, либо по количеству, либо по наличию в вылове крупных щука 2 килограмм. 5 баллов, поимка нескольких крупных щук, включая трофей выше 5 килограмм. 0 баллов, либо без клёвя, либо никто не ловил. Зависимость выхода в щуке от температуры воздуха в декабре никак не проявилась. Температура воды практически не менялась и колебалась около плюс 5 градусов. Утром щука активности не проявляла. Первый выход начинался обычно примерно в час-два дня. Основной выход щук начинался в 15-16 часов и продолжался до темноты. Были поклёвки и в полной темноте. Давление. Для щучьей погоды интернет рекомендует ждать стабильное давление на протяжении нескольких суток. В декабре давление скакало. Первые два выхода крупных щук были при небольшом падении атмосферного давления. А 22 декабря резкое падение давления за сутки на 10 мм ртутного столба до 738 мм. А вечером поклёвка щуки по 6 кг веса. Ветер. Во время выхода щук был либо шрифт, либо слабый ветер южных направлений. Днём облачность, вечером не обязательно. Магнитные бури. Интернет считает, что магнитные бури снижают активность щуки. Геомагнитные бури – это результат взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. В результате появления полярных сияний, сбоев радиосвязи, проблемы с здоровьем. К-индекс характеризует геомагнитную активность. Чем выше балл, тем мощнее магнитная буря. Щуки хорошо чувствуют электромагнитные поля. Исследования показывают, что при наличии в рыболовных сетях постоянных магнитов, улов может возрастать до 50%. В декабре, во время мощной бахнитной бурь, были выходы крупных щук. Фаза Луны. По мнению Константина Кузьмина, которая популярна в интернете, у щуки два максимума активности в лунный месяц. Первая неделя после новолуния и спустя два дня после полнолуния. И продолжается пять дней. На озере Трофеи жор 1 и 2 декабря совпадает, а 11, 12, 21 и 22 декабря не совпадают с мнением Кузьмина. Выводы. Погодные факторы кардинально не влияют на жор щуки в декабре. Но, если внимательно посмотреть на график щучьей активности, то бросается в глаза периодичность 10 дней выходов крупных щук. Это наталкивает на мысль, что в первую очередь надо рассматривать щучьи биоритмы, связанные с нерестом, циклом питания, временем переваривания пищи, и уже на них накладывать метеорологию и астрономию. Щурята переваривают мотыль за 3-4 часа, а взрослые щуки за 10-12 часов. Рыба, проглоченная целиком, переваривается 5-6 суток. Жирное мясо с большим содержанием белка переваривается еще дольше. С похолоданием воды этот процесс замедляется. Щуки одного потомства в одинаковых условиях и растут одинаково, и питаются синхронно. Часто без клевья попадаются крупные щуки одинакового размера и веса. Щуки схожих размеров держатся вместе, только трофейные экземпляры становятся одиночками. Когда щука возбуждается, она начинает как собака вилять телом и хвостом. Эти колебания возбуждают других щук. Так часто начинается жор. Биологические часы заводятся с рождением щук. Цикличность определяется возрастом, кормовой базой, условиями водоема, нерестом, погодой и человеческим фактором. Сбой биоритмов у крупных щук на озере трофей произошел при зарыблении 1 ноября. 2-3 начался интенсивный жор щуки. На основании графика жора щук я предположил, что 1-го и 2-го января щучья активность будет высокая. И не ошибся. 1-го января Ростислав заскочил на пару часов на озеро и неплохо порыбачил. А вечером 2-го января я поймал 5 щук. Всем ни хвоста, ни чешуи. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.